С развитием передовых технологий строительства в крупных городах, специалисты все больше осваивают четвертое измерение. Уходят под землю. Недостаток свободных зон для застройки усиливает потребность в создании подземной части, цокольных этажей, подземных паркингов, резервуаров, а стало быть и в надежной их защите от воды. В то же время все более актуальной становится проблема подтопления в подвалах. Эксперты утверждают, что более половины подвальных помещений постоянно находятся в затопленном состоянии. Периодическая откачка воды и ремонт традиционным способом не устраняют причину проблемы. Как же оградить объекты строительства от попадания воды внутрь помещений? Сухие строительные смеси Гидропротект проникающего и бронирующего действия – продукт инновационный. Он разработан на основе нанотехнологий и достижений оборонной промышленности. Гидропротект превосходит по своим характеристикам все существующие аналоги, являясь при этом более доступной системой гидроизоляции. Уникальная особенность материалов Гидропротект заключается в том, что по структуре и составу они подобны бетону. Экспериментально доказано, что Гидропротект живет и дышит вместе с бетоном, и срок их службы одинаков. Важнейшее преимущество материалов Гидропротект – это возможность восстановления гидроизоляции существующих зданий без откапывания грунта по наружному периметру, что позволяет гидроизолировать конструкции изнутри. С 2006 года материалы системы Гидропротект успешно применяются по всей территории России, Казахстана и Грузии и заслужили высокую оценку строительных и эксплуатационных организаций. Для наглядности наши специалисты выбрали реальный объект – подземный гараж в одном из гаражных комплексов Алматы. Этот отдельно взятый бокс ярко иллюстрирует реальные проблемы затопления, свойственные практически каждому зданию. Одна стена гаража выполнена из бетонных блоков ФБС, другая оштукатурена, есть также кирпичная кладка. Потолок гаража – это бетонные плиты. На этом объекте мы увидим применение практически всех материалов системы Гидропротект в комплексе. Гидропротект В2 – водяная пробка Любые гидроизоляционные работы начинаются с устранения открытых протечек. Для этого мы используем материал Гидропротект В2 – водяная пробка. Гидропротект В2 – это сухая смесь, которая разводится водопроводной водой до консистенции пластилина. Полученная масса закладывается непосредственно вместо протечки и удерживается рукой от полуминуты до двух минут в зависимости от напора течи. Этого достаточно, чтобы ликвидировать проблему. Гидропротект В2 работает за счет быстрого схватывания материала и расширения состава. Сухая смесь Гидропротект В2 наглухо закрывает даже сильные течи, при которых другие средства бессильны, и позволяет в оперативном режиме устранить все течи вплоть до напорных. Признак высокого качества материала Гидропротект В2 – это разогрев материала при замешивании, что происходит благодаря интенсивной химической реакции компонентов материала и молекул воды. Гидропротект В1 – ремонтная гидроизоляция После устранения открытых протечек выполняется гидроизоляция и ремонт всех остальных поверхностей конструкции. Для ремонта значительных выбоин, сколов, трещин и просадок элементов конструкции используется ремонтный материал Гидропротект В1. Этот состав также разводится обычной водопроводной водой. Основное условие правильного применения материала Гидропротект В1 – это четкое соблюдение пропорций затворения состава. Смесь необходимо затворить за один раз, для того, чтобы срок схватывания всей массы материала был одинаков. Гидропротект В1 позволяет быстро выполнить ремонтные работы, причем прочность безусадочного ремонтного материала соответствует высокомарочным бетонам марок М600 и выше. Ремонт, как правило, проводится перед выполнением работ по гидроизоляции. Гидропротект В1 – шовная гидроизоляция Как уже говорилось ранее, любые гидроизоляционные работы начинаются с устранения открытых течей и подготовки поверхностей. Обратите внимание на дальнюю стену гаража. Она выполнена из блоков ФБС. Прежде чем приступить к гидроизоляции всей стены, швы между блоками расшиваются с помощью перфоратора, что наглядно показано нашими специалистами. Швы расшиваются на глубину до 30 мм и не менее 20 мм в ширину. После расшивки поверхность швов очищается от остатков мусора и грязи с помощью мойки высокого давления. Одновременно происходит очистка поверхности и насыщение бетона водой. Материалы системы Гидропротект могут применяться по влажной поверхности, а это является уникальным преимуществом перед другими типами гидроизоляционных материалов. После подготовки и увлажнения в швы закладывается материал Гидропротект Б1 шовный, который разводится водой до консистенции густой пасты. Материал Гидропротект Б1 шовный закладывается в шов вручную и втирается с усилием в поверхность шва. Теперь материал надежно закреплен в шве. Гидропротект Б1 делает недоступными для воды швы трещины и стыки в бетонных конструкциях. За счет применения эластичных волокон этот строительный материал выдерживает даже динамические нагрузки в шве. Гидропротект А1 – проникающая гидроизоляция. Перед применением проникающего материала Гидропротект А1 поверхности предварительно зачищаются металлической щеткой и с помощью мойки высокого давления очищаются от пыли, грязи и цементного молочка. Увлажнение поверхности необходимо для более полного проникновения Гидропротект А1 в структуру бетона, ведь активные частицы материала попадают в толщу бетона вместе с молекулами воды. Таким образом, если поверхность блоков или бетонных стен увлажнить недостаточно, проникающий материал не будет в полной мере поглощаться бетоном, что снизит эффективность и поставит под сомнение результат. Гидропротект А1 незаменим для внутренней гидроизоляции конструкции при капиллярной фильтрации воды через бетонную плиту. За счет направленного проникающего действия Гидропротект А1 делает бетон водонепроницаемым во всем объеме конструкции. При этом паропроницаемость бетона сохраняется, то есть после обработки материалом Гидропротект А1 бетон дышит. Перед применением сухая смесь Гидропротект А1 разводится водой и механически перемешивается. Раствор сухой смеси Гидропротект А1 наносится на поверхность бетона с помощью маховой кисти строго в одном направлении. Необходимо сформировать плотный слой, образующий непрерывное и однородное покрытие. Это непременное условие для глубокого проникновения химически активных элементов сплошным фронтом через поры и капилляры в тело цементного камня и образование объемного защитного гидроизоляционного слоя. Через два часа нужно нанести перекрестным способом второй слой в направлении перпендикулярным направлению первого слоя. Через час после нанесения второго слоя поверхность обмазки следует увлажнить для того, чтобы материал наиболее полно проник в структуру бетона. Эффект применения этого материала весьма нагляден. Через несколько дней все обработанные стены станут абсолютно сухими. Это значит, что вы правильно применили материал. Гидропротект С1 Гидропротект С1 – штукатурная гидроизоляция. Для гидроизоляции кирпичных стен применяется материал Гидропротект С1, который наносится по технологии штукатурных работ и формирует прочное гидроизоляционное бесшовное покрытие. Гидропротект С1 – это одновременно и штукатурка, выравнивающая поверхность, и неприступная преграда для воды. Материал наносится на кирпичные стены или на поверхности, требующие выравнивания. Раствор Гидропротект С1 очень пластичен и одновременно тексатропен, то есть не стекает с вертикальной поверхности. При этом раствор может наноситься слоем до 15 мм за один проход. Водонепроницаемость покрытия Гидропротект С1 составляет не менее 12 атмосфер. Гидропротект С2 – обмазочная гидроизоляция. Тонкослойная обмазочная гидроизоляция Гидропротект С2 создает на поверхности жесткое гидроизоляционное покрытие, способное выдержать как обратное, так и прямое давление воды, равное давлению под водой на глубине до 150 м. Это давление в 15 атмосфер. Необходимо подчеркнуть, что Гидропротект С2 идеально подходит для нанесения на ровные поверхности монолитных бетонных конструкций. Состав Гидропротект С2 может наноситься с помощью шпателя, кисти или напылением, в зависимости от требуемой толщины результирующего слоя. Материал рекомендуется наносить в два слоя перекрестным методом с интервалом в 4 часа между слоями. При нанесении шпателем требуемый слой гидроизоляции в 2 мм наносится за один раз, при нанесении кистью – за два раза. Гидропротект С3 – эластичная гидроизоляция. Гидропротект С3 поможет выполнить гидроизоляцию конструкции, на которой высока вероятность появления трещин. Перед нанесением состава необходимо зачистить поверхность металлической щеткой. Гидропротект С3 – это эластичный гидроизоляционный материал на цементной основе, выдерживающий давление воды до 10 атмосфер. Он обладает эластичностью без разрывов и растяжений до 60% и способен перекрывать трещины с раскрытием до 2 мм. Эластичная гидроизоляция Гидропротект С3 представляет собой двухкомпонентный материал. Первый компонент – это сухая смесь. Второй – жидкий эластификатор. Первый компонент смешивается со вторым в определенной пропорции, после чего полученный раствор наносится на поверхность по технологии штукатурных или шпаклевочных работ. Гидропротект С3 при высыхании формирует эластичное гидроизоляционное покрытие серого цвета. Большое преимущество материала – это способность перекрывать трещины. Даже при образовании трещин в процессе эксплуатации конструкции, Гидропротект С3 обеспечивает надежную гидроизоляцию. Этот материал применяется как в санузлах, так и в жилых помещениях, и особенно хорош при гидроизоляции внутренних стен помещений, выходящих на улицу. В ходе семинара были применены различные материалы системы Гидропротект. Это материал для устранения протечек Гидропротект Б2, шовная гидроизоляция Гидропротект Б1, проникающая гидроизоляция Гидропротект А1, штукатурная гидроизоляция Гидропротект С1, обмазочная тонкослойная гидроизоляция Гидропротект С2 и эластичная гидроизоляция Гидропротект С3. Необходимо понимать, что универсального средства не существует. И это главное отличие системы гидроизоляционных материалов Гидропротект от аналогов. Для решения каждой конкретной задачи необходимо применять подходящий для этого материал. В комплексе материалы системы Гидропротект дают гарантированный результат для всего спектра задач по гидроизоляции всех типов сооружений. В результате гараж стал полностью непроницаем для воды. Вот результаты наших усилий. Уже через 4 дня мы полностью осушили этот гараж. Мы предлагаем и вам воспользоваться преимуществами системы материалов Гидропротект для того, чтобы сделать свой гараж, подвал, цокольный этаж и другие подземные помещения абсолютно сухими. Продолжение следует...